Приветствую вас на своем канале. Достаточно давно уже на просторах интернета является шапкой актуальной и популярной шапочка Бини. В сегодняшнем видео я вам хочу показать еще один вариант этой шапочки. Это поперечное вязание с небольшим интервалом, подобие резиночки 2х2. Вяжется она также достаточно легко и просто на двух спицах, как и шапочка Бини. Выглядит она вот таким образом. Я ее сделала с отворотиком назад, при этом ее по желанию можно также украсить помпончиком. У меня обхват головы 54 см, данная шапочка где-то на обхват 55-56 см и ушло на этот размер 2 третих моточка. Соответственно 1 треть моточка по желанию может пойти также на помпончик. Еще один вид шапочки Бини, скажем так, она не угасает своей популярностью, радует нам глаз и является самой простой в выполнении, скажем, вязания именно непосредственно и очень красивой на вид. Если же кому понравилось, присоединяйтесь, свяжем с вами вместе. Не забудьте лайкнуть и подписаться на мой канал. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать полушерстяную пряжу фирмы Ализела на гол 240 метров в 100 граммах. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Нам рекомендуют использовать номер спиц от 4 до 6. Я буду использовать четверочку. Также нам понадобится крючок для сшивания. У меня это 1,75, можно использовать до тройки. И ножнички. Отступаем некоторое расстояние рабочей ниточки изначально и начинаем набирать петельки. Для своей высоты шапочки я буду набирать 50 петель. Начальные 2 петельки я набираю на одну спицу для того, чтобы не был растянутый край. Затем приставляю вторую и набираю еще 48 петель. 3 набрала, 4, 5, 6 и так далее. Набрали 50 петель и теперь достаем одну свободную спицу, на которой нет начальных двух петелек. И начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас очень простой. Мы, начиная с первой петельки, соединяем хвостик, который остался после набора петелек, и рабочую ниточку вместе. И первые несколько петель вяжем лицевыми петлями. Вот таким вот образом. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Далее бросаем рабочий вот здесь вот хвостик и остается только у нас ниточка от мотка. И продолжаем дальше вязать петельки лицевыми петлями. До тех пор, пока у нас на левой спице не останется 5 петелек. Связали 45 лицевых и у нас осталось 5 петель. Это 3 петли и 2 последние петельки, которые были набраны на одну спицу. Теперь не довязываем до конца этот ряд, поворачиваем наше вязание на изнаночный ряд. Второй ряд у нас вяжется, повторяя первый ряд. Первую снимаем непровязанную. Она у нас как бы кромочная. Теперь на правой спице осталось 6 петель. И все петельки до конца ряда мы вяжем изнаночными петлями, вот так вот поочередно, до самой последней петли. Идем изнаночными петлями в обратном направлении. Провязывая последние петельки, обратите внимание, чтобы вы вязали за обе стеночки петли. То есть мы вязали в двойную ниточку, поэтому мы должны вязать за обе стеночки вот этих вот петелек. И теперь смотрите, мы завязали уже в первом ряду хвостик наборочной косички нашей, поэтому мы можем его отрезать. Он нам больше не нужен. А у нас остается лишь только вот эта изначальная рабочая нить от матка. Мы связали два ряда и у нас осталось вот здесь вот брошено 5 петелечек. Теперь поворачиваем на третий ряд и будем вязать уже изнаночными петельками два ряда. Первую петлю снимаем и во всех последующих рядах первую кромочную петлю мы будем снимать непровязанно. Далее все петельки вяжем за дальнюю стеночку изнаночными петлями, вот таким вот образом. Обычно у меня спрашивают, какая разница за какие стеночки вязать петельки. Рассказываю, если мы будем вязать за ближайшие стеночки наши петли, то петельки получатся провязаны перекрещенным узором. И тогда у нас будет искажен рисуночек красивых лицевых петель. Итак, вяжем все петельки изнаночными до тех пор, пока на левой спице у нас не останется наши брошенные 5 петелечек. Связали 44 изнаночные петли, 45-ю точно так же вяжем изнаночной петлей. Далее на левой спице у нас осталось 5 петель. И теперь одну из них мы также провязываем изнаночной петлей. На левой спице у нас остается 4 петли, не довязываем их. И поворачиваем на четвертый ряд. Переносим первую петлю, как бы кромочную нашу не провязанной. И на правой спице у вас уже 5 петелечек. И далее все петельки вяжем по рисуночку. Все петельки вяжем лицевыми за дальнюю стеночку до конца ряда. В конце ряда кромочную последнюю петлю мы свяжем изнаночной. Последняя петля кромочная у нас изнаночная. И поворачиваем на пятый ряд. В пятый ряд мы снова будем менять петельки. Мы вязали изнаночными петельками с лицевой стороны и лицевыми петельками с изнаночной стороны. Поэтому сейчас в этом ряду мы снова поменяем петельки. Кромочную снимаем и далее вяжем все петли за ближайшую стенку лицевые. До тех пор, пока мы не дойдем до тех брошенных 4 петель в конце левой спицы. 46 петлю ряда вяжем также лицевой. И еще одну из 4 оставшихся петель вяжем одну лицевой. И у нас на левой спице остается 3 петли. Поворачиваем на шестой изнаночный ряд. Первую петлю снимаем непровязанной, как кромочную. У нас на правой спице 4 петельки. Далее все петли до конечной последней петли вяжем изнаночными петлями. Последняя кромочная петля будет вязаться также изнаночными петлями. Кромочная последняя петля изнаночная и поворачиваем на седьмой лицевой ряд. Первую петлю снимаем непровязанной и далее меняем петельки. У нас уже связано 2 ряда лицевыми петлями, поэтому меняем на изнаночные петли. И вяжем изнаночными петельками за дальние стеночки все петли, пока у нас на левой спице не останутся брошенные наши 3 петли. 47 петлю ряда также мы провязываем изнаночной за дальнюю стеночку. У нас остается на левой спице 3 петли. И первую петельку из 3 мы вяжем также изнаночной петлей. У нас остается 2 петельки недовязанной и поворачиваем вязание на изнаночный 8 ряд. Первую снимаем петлю непровязанной и на правой спице у нас уже 3 петельки. Далее все петли за дальнюю стеночку вяжем лицевыми петлями. Последнюю петлю ряда, кромочную петлю мы вяжем изнаночной. Последняя петля, кромочная, у нас изнаночная и поворачиваем на 9 лицевой ряд. Кромочную первую петлю снимаем и далее меняем наши петельки. Мы провязали 2 ряда изнаночными петлями, поэтому сейчас меняем петли на лицевые. За ближайшую стеночку вяжем все петельки лицевыми, до тех пор, пока в конце ряда у нас не останутся вот эти 2 брошенные петельки. 48 петлю ряда мы вяжем также лицевой петлей. И далее из 2 оставшихся петелек мы снова вяжем 1 петлю лицевой. И на левой спице у нас остается 1 петля. Не довязываем ее и поворачиваем на 10 изнаночный ряд. Первую петлю снимаем и на правой спице у нас уже 2 петли. Далее все петельки до конца ряда нам нужно провязать по рисунку изнаночными петельками. Начинаем с первой петли и заканчиваем последней кромочной петлей все петли изнаночные. Кромочная последняя петля изнаночная и поворачиваем на лицевой 11 ряд. Мы провязали 2 ряда лицевыми петельками, поэтому сейчас первую кромочную снимаем и меняем узорчик. За дальнюю стеночку вяжем все петельки изнаночные до тех пор, пока у нас не останется последняя брошенная петля в конце левой спицы. В конце ряда. 49 петлю ряда мы также вяжем изнаночной петлей за дальнюю стеночку. И у нас остается на левой спице одна петля и мы также ее вместе со всеми провязываем изнаночной петлей. То есть мы связали в 11 ряду, обратите внимание, все петельки ряда. Поворачиваем на 12 изнаночный ряд. Первую петлю снимаем непровязанной, как это делаем всегда с кромочными петлями. И далее все петельки вяжем лицевыми петлями за дальнюю стеночку, то есть по рисуночку. Все петли лицевые. Последняя петля ряда, 50 петля, кромочная, поэтому вяжем ее изнаночной. Закончили вязать 12 ряд и разворачиваем на 13 лицевой ряд. 13 лицевой ряд мы будем повторять, как вязали первый ряд. Затем 14 ряд, как второй, 15, как третий и так далее. То есть мы с вами связали сейчас один полный рапорт в ширину. То есть сейчас мы имеем вот такую вот, обратите внимание, как бы лодочку. С одной стороны у нас прямые ряды, то есть мы заканчивали изнаночной петлей с изнаночной стороны. Первую петлю в лицевом ряду мы снимали. Благодаря этому у нас получается ровный красивый край. Это тот край, который у нас будет в районе лба. Затем вторая, вот такая вот загнутая часть, это у нас макушка шапочки. То есть за эту макушку мы потом в дальнейшем будем сшивать шапочку. И чтобы вам рассказать немножечко в теории, потом приступить уже ко второму рапорту, я рассказываю. В первом лицевом ряду мы с вами связали все петельки лицевые и бросили 5 последних петель. Повернув на изнаночный ряд, эти 5 петелек мы не трогали, а просто вязали изнаночный ряд изнаночными петлями. То есть связали 2 ряда лицевой гладью. Далее с лицевой стороны мы поменяли петельки на изнаночные и вязали уже 2 ряда изнаночной гладью, бросив в конце лицевого ряда уже 4 петли. Далее провязали изнаночный ряд по рисунку изнаночной глади и снова в лицевом ряду мы поменяли петельки на лицевые и бросили с лицевой стороны уже 3 петельки. Далее вернулись изнаночными петлями с изнаночной стороны по рисунку. Затем снова в 6 ряду мы с вами связали до конца и в 7 ряду вернулись, поменяв петельки на изнаночные. Бросили уже 2 петли в конце лицевого ряда. Вернулись изнаночную гладь с изнаночной стороны лицевыми петельками. Затем снова в лицевом ряду мы бросили 1 петлю, вернулись лицевой гладью с изнаночной стороны. И затем в 11 ряду, уже в последнем лицевом ряду рапорта мы связали все петельки изнаночные и с изнаночной стороны вернулись петлями лицевыми, то есть изнаночной глади, если посмотреть с лицевой стороны. То есть мы всегда будем вязать в лицевом ряду все петельки, задавая первый ряд узора, то есть 2 ряда то лицевой, то изнаночной глади. Затем в конце ряда бросать сначала в первом лицевом 5 петель, затем в третьем лицевом 4 петли, получается в пятом лицевом 3 петли, в седьмом лицевом 2 петли и в девятом лицевом 1 петля. В одиннадцатом лицевом ряду мы будем провязывать все петельки, ничего не бросая. А 2, 4, 6, 8, 10 и 12 ряд это те ряды, которые мы будем вязать теми петлями, которые задавали в лицевом ряду, то есть по рисунку, но уже с изнаночной стороны это у нас получаются противоположные петли. То есть если это с лицевой стороны лицевые петли, соответственно с изнаночной стороны это изнаночные петли. И вяжутся они уже по рисунку глади нашей, то лицевой чередуя, то изнаночной, то лицевой, то изнаночной. Я думаю, что в теории вы поняли, теперь приступаем к первому ряду, соответственно по счету от начала это у нас уже 13 ряд. Меняем петельки на лицевые и вяжем до конца лицевыми петельками, пока у нас не останется на левой спице 5 петель. Первую кромочную снимаем и далее вяжем петельки 45 лицевых. Связали 45 лицевых, на левой спице у нас осталось 5 в конце ряда петелек. Не довязываем их, поворачиваем на изнаночный 14 ряд. Первую всегда мы будем снимать не провязываем, так как она у нас как бы идет кромочная. Если мы провяжем ее повторно, то получится как бы здесь такая вот дырочка. Чтобы она не получалась, мы будем ее просто снимать. Далее вяжем все петельки обратным рядом по рисунку. Так как у нас сейчас с изнаночной стороны петли изнаночные, то мы вяжем над изнаночными второй ряд изнаночных петель. И кромочная последняя петля у нас также изнаночная. Связали 2 ряда лицевой глади, теперь в 15 лицевом ряду мы меняем петельки на изнаночные. Кромочную снимаем и далее вяжем все 45 петель изнаночными петлями за дальнюю стеночку. Пока у нас на левой спице не останется 5 последних непровязанных петелек. 45 петлю мы также вяжем изнаночной петлей и захватываем из 5 оставшихся петель на левой спице одну петлю и также вяжем ее изнаночной петелькой. На левой спице у нас остается 4 петли, мы их не довязываем. И вяжем по счету уже 16 ряд. Первую снимаем непровязанной, чтобы не было дырочки у нас здесь. И вяжем по рисунку все петли лицевые. Последнюю кромочную петлю для красивого края с другой стороны ровного мы будем вязать изнаночной петлей. В 17 лицевом ряду мы снова кромочную снимаем и меняем петельки на лицевую гладь. Поэтому вяжем все петельки лицевые по рисунку лицевой глади. До тех пор, пока не дойдем до наших оставленных 4 петелек в конце ряда. 46 петлю ряда мы также вяжем по рисунку лицевой. Затем из 4 оставшихся петелек забираем одну петлю и также вяжем ее лицевой. Оставленные 3 петли мы не довязываем. Поворачиваем на изнаночный 18 ряд. Далее первую снимаем петлю непровязанной и все петельки вяжем по рисунку. Соответственно вяжем изнаночными петельками. Это второй ряд изнаночный, который мы всегда будем довязывать по рисунку, который задаем в лицевом ряду. И кромочная последняя петля ряда также у нас будет изнаночная. В 19 лицевом ряду первую кромочную снимаем и далее меняем узорчик на изнаночную гладь. Соответственно из-за дальней стеночки вяжем изнаночными петлями до последних 3 петель этого ряда. 47 петля ряда у нас также идет изнаночная. И забираем из 3 оставшихся петелек с левой спицы одну петлю провязываем изнаночной. Оставляем 2 петли недовязанные и поворачиваем на изнаночный ряд. Изнаночный ряд мы вяжем по рисунку. Первую снимаем петлю непровязанной. Далее все петельки вяжем по рисунку над лицевыми лицевые. И последняя петля ряда кромочная у нас как всегда будет изнаночная. В 21 лицевом ряду мы снова поменяем узорчик на лицевую гладь. Поэтому первую кромочную снимаем и вяжем все петельки лицевые до тех пор, пока не дойдем до вот этих конца ряда недовязанных 2 петель. В 48 петлю ряда также вяжем лицевой по рисунку и из 2 оставшихся петелек забираем 1 петлю. Оставляем 1 петлю последнюю недовязанную и поворачиваем на изнаночный ряд. Первую снимаем непровязанной и далее вяжем по рисунку изнаночный ряд над изнаночными петлями. Вяжем второй ряд изнаночными петлями. Последняя кромочная петля в конце ряда также у нас изнаночная. 23 лицевой ряд мы также меняем узорчик на изнаночную гладь. Первую кромочную снимаем, дальше все петельки за дальнюю стеночку вяжем изнаночные. И так как это последний лицевой ряд второго рапорта, мы провяжем все петельки полностью изнаночные до конца ряда. У нас здесь осталась всего одна петля, которую мы также провяжем до конца изнаночными петлями. И с изнаночной стороны все петельки у нас по узору будут лицевые. Первую петлю снимите непровязанной, чтобы не было здесь никаких дырочек. И, скажем так, когда вы снимаете первую петлю непровязанную, у вас получается вот такая красивая косичка, по которой потом вам проще будет сшивать. И все петельки вяжите по рисунку лицевыми петлями. Почему лицевыми? Потому что с лицевой стороны у нас сейчас идет первый ряд изнаночной глади, то с изнаночной стороны это будет второй ряд лицевой глади. То есть вяжем по рисунку изнаночный ряд. Довязав до конца изнаночный ряд, мы оказались на 25 лицевом ряду от начала вязания. И мы повторяем с первого ряда нашего первого рапорта. То есть сейчас мы с вами связали два рапорта. Соответственно, с 25 ряда мы начинаем вязать новый третий рапорт. Вот, все повторяется точно так же. И у нас уже четко видна закругленная здесь макушечка. Там, где ровная сторона, по ней вы измеряете, примеряя шапочку на окружность головы, либо же просто к сантиметру. Зная сантиметры по окружности головы, вы просто примеряете и в растянутом виде смотрите, чтобы у вас была нужная, скажем так, длина изделия по окружности головы. К примеру, сейчас здесь у меня порядка 7, может быть даже 8 сантиметров. Я не буду сейчас примерять. Но где-то два рапорта это 7-8 сантиметров. Вот, соответственно, нам нужно связать на нужную окружность головы такое количество рапортов, чтобы у вас в растянутом виде равнялось вот это наше вязание по окружности головы. За вот эту сторону мы просто будем сшивать шапочку, макушку. И часто задают вопросы, почему у вас на макушке нет дырочек, а у нас есть. Объясняю. Если вы будете не провязывать вот эту последнюю петельку перед тем, как бросать остальные петли, а снимать с изнаночной стороны ее не провязанной, то у вас здесь дырочек никаких абсолютно не должно быть. Посмотрите, что у меня получается в макушке. Все отлично. Никаких дырок нет. И если вяжете, скажем так, последнюю петлю ту же и затем ее снимая также оставляете тугой, то, соответственно, она у вас не растянута и, опять же, никаких дырочек здесь нет. Все, продолжаем дальше вязать нужную длину окружности головы шапочку. И далее я вам покажу, как ее сшить. Вот мы связали нашу шапочку и у меня получилось, сейчас я вам скажу, полных рапортов. Вот три вот таких вот столбика изнаночных петелек – это наш рапорт. 1, 2, 3 – первый рапорт, 1, 2, 3 – второй рапорт, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. В одиннадцатом рапорте я не довязала всего лишь один последний изнаночный ряд. То есть там, где последний ряд, двенадцатый по счету одного рапорта, вот я не довязала один вот этот вот изнаночный ряд лицевыми петельками. В изнаночном ряду, там, где у нас петельки лицевые, мы будем делать закрытие. Итак, берем нашу вторую рабочую спицу, первую кромочную снимаем, далее каждую последующую петлю поочередно вяжем лицевой. Лицевую провязали первую, далее на нее переодели кромочную. У нас осталась всего лишь одна петля лицевая. Далее снова вяжем одну лицевую и на нее переодеваем предыдущую петлю. Снова лицевая и на нее переодеваем предыдущую петлю. Лицевая и на нее предыдущую. Вот таким вот образом делаем закрытие до тех пор, пока у нас не останется всего лишь последняя одна петелька. Провязываем последнюю петельку лицевой и дальше на нее переодеваем предпоследнюю петлю. Все, у нас осталась одна петелька, я ее привытащу. И посмотрите, что у нас получилось. У нас получилась с одной стороны наборочная косичка, вот она у нас. Вот так вот выглядит с изнаночной стороны. Это лицевая сторона и здесь точно так же. Вот так выглядит с изнаночной стороны косичка и вот эта лицевая. То есть, если мы сейчас совместим начало и конец вязания, то у нас получается здесь два лицевых ряда, конец это два изнаночных ряда. При совмещении у нас должно получиться непрерывное вязание. Теперь берем, выворачиваем на изнаночную сторону. То есть, здесь у нас вот она наборочная косичка и здесь у нас косичка закрытия. Берем крючок и продеваем сквозь вот эту первую начальную вот здесь вот петельку косички и точно так же продеваем сквозь вот эту рабочую петлю, которую я привытащила последнюю и стягиваем вязание. У нас должна получиться продетая сквозь две стеночки петля рабочая последняя. И теперь находим каждую последующую вот здесь вот петельку косички наборочного края и закрытия продеваем сквозь обе стеночки, вытаскиваем рабочую ниточку и делаем петельку сквозь предыдущую петлю. То есть, фактически мы сейчас будем делать такое же закрытие, как делали, но петлю вытаскивать будем то из одной вот этой вот стороны косички, то из другой стороны. И продев сквозь две вот эти косички рабочую ниточку, мы продеваем сквозь предыдущую. Далее снова сквозь две стеночки продели, сделали петельку и протянули сквозь петлю предыдущую. Снова сквозь две стеночки продели рабочую ниточку и сквозь две петельки продели. Вот она у нас наборочная косичка. Два края захватываем и косичка закрытия. Сквозь них пропускаем рабочую ниточку, делаем петлю и сквозь предыдущую петлю вытягиваем рабочую нить. И вот таким вот образом, поочередно, не пропуская ни с одной, ни с другой стороны петельки, я буду делать закрытие. Продели, сделали рабочую петлю из рабочей ниточки и продели сквозь предыдущую петлю. Снова сквозь две стенки продели рабочую ниточку и сквозь петельку продели рабочую ниточку. Вот таким вот образом делаем поочередно. Слишком не затягивайте петельки, пусть они у вас будут свободные и красивые. У нас получается с изнаночной стороны вот такая вот аккуратная косичка с одной стороны. И дальше продолжаем поочередно. Протягиваем сквозь обе стенки рабочую ниточку. Делаем петлю и сквозь предыдущую петлю вытаскиваем новую петельку. Вот так вот, поочередно, постепенно. Вот, если у вас здесь узелок соединения, то, соответственно, старайтесь, чтобы он остался с изнаночной стороны. И хвостики его вы также спрячете с изнаночной стороны. Вот так вот. У меня получился здесь вот узелочек. Я его оставляю с изнаночной стороны. И дальше продолжаю работать вот этой нашей рабочей нитью. Вот так. А дальше хвостики я спрячу помеж вязанием вот с этой стороны косички. И у нас получается, что я буду сшивать до самого-самого конца вот эти петельки. Пока не дойдут до самой-самой макушки. И с изнаночной стороны у нас получается вот такая красивая аккуратная косичка. Старайтесь, чтобы она была не стянутая. Посмотрите, она у меня хорошо, скажем так, эластично двигается. И с лицевой стороны у нас получилось непрерывное вязание. Два лицевых ряда, два изнаночные. Два лицевых, два изнаночных. И точно так же с другой стороны. То есть никакого шва, ничего здесь не видно. Все достаточно аккуратно и красиво. Дошли до петель макушки. С одной стороны у нас уже как бы начинается склон петель макушки первого ряда. А здесь у нас еще продолжает быть косичка при закрытии, которая у нас была. Мы так и продолжаем по кромочным петлям пускать то с одной стороны, то с другой стороны в косичку. Пропустили сквозь петельки рабочую ниточку. Снова кромочная здесь в петли косички. Пропустили сквозь рабочую петлю. Снова здесь косичка кромочная и здесь в петли закрытия косичка. Вот так вот поочередно то в кромочную, то в петли косички мы продолжаем пропускать. С одной стороны вот они кромочная наша косичка и с другой стороны уже пошла кромочная косичка макушки. Мы сквозь две петельки вот так вот аккуратненько продеваем рабочую нить. Делаем петлю и сквозь здесь рабочую петельку последнюю пропускаем ниточку. Снова здесь кромочная вот она у нас косичка за две стеночки и здесь кромочная косичка за две стеночки. Пропускаем и вытаскиваем ниточку повыше. То есть делаем здесь петельки повыше, для того, чтобы не слишком стянутая была у нас макушка. Здесь снова по кромочным сквозь две стеночки. И здесь по кромочным сквозь две стеночки. Вот так вот дошивали до самого-самого конца. И вот здесь вот наша последняя петля, мы сквозь нее еще раз продеваем рабочую ниточку и вытаскиваем косичку. Здесь делаем две воздушные петли, дошивав до конца все петельки и при вытаскиваем ниточку. Вот эту ниточку мы будем обрезать. Но не спешите пока обрезать ее. Посмотрите, чтобы у вас все было четко, красиво и ровно. Наш край получился закрытие эластичный. Здесь у нас все снизу ровненько, аккуратненько. Посмотрите, вот так вот с лицевой стороны все выглядит. Это с внутренней и изнаночной стороны. И можете привытащить вот так вот нашу внешнюю сторону наверх и посмотреть, что у нас получилось. У нас получилась вот такая вот макушка при закрытии. Как вы видите, даже если где-то там чуть-чуть есть маленькие совсем дырочки, абсолютно ничего страшного. Это самый простой вид закрытия макушки. Есть, конечно, множество способов, которые, скажем так, опытные вязальщицы могут здесь применить. Это, возможно, трикотажный шов, петля в петлю сшивание. То есть здесь уже вы можете проэкспериментировать с любым способом закрытия, удобным для вас. Но здесь, как вы видите, не видно заднего шовчика. То есть идет как бы непрерывное вот такое вот вязание. Вот и аккуратная макушечка сверху. Здесь все у нас достаточно красивенько. После обработки паром у нас все ляжет петля в петлю идеально. И получится красиво. Нам лишь останется только обрезать краешек ниточки, там, где мы вытянули петельку последнюю. И спрятать краешек ниточки с внутренней стороны. Все, наша шапочка готова. Я надеюсь, что вам было понятно, все понравилось. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались на моем канале. Всем хорошего настроения. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Пока-пока.